Здравствуйте! Вы смотрите новости к этому часу о самых заметных событиях в городе. Главы ямальских муниципалитетов собрались на совете глав. Приоритетная тема – формирование комфортной среды. Сегодня главы ямальских муниципалитетов в полном составе собрались в окружной столице. Главная тема заседания Совета глав при губернаторе – формирование комфортной среды. Начали с церемонии награждения. Администрация города Муравленко стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Диплом в главе города Александру по дороге вручил губернатор Дмитрий Кобылкин. Сегодня лучшие муниципальные практики представят всему совету глав. Опытом поделятся федеральные эксперты. Сегодня в Муравленко стартовал мини-чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Они проходят на базе многопрофильного колледжа по двум компетенциям – электромонтаж и обслуживание грузовой техники. Участники – восемь студентов – из Сузов-Губкинского, Таркас-Але, Надыма, Ноябрьска и Муравленко. Наш город представляют два участника. Мне это интересно. Интересно посоревноваться с другими, узнать, из каких городов есть специалисты, ученики, которые могут какую-то конкуренцию составить. Также это хорошая практика. Думаю, что участие в таких конкурсах поможет приустроиться на работу. Чемпионат проводится ежегодно. Он направлен на развитие профессиональных компетенций студентов. Мини-чемпионат WorldSkills является подготовительным этапом к соревнованиям Уральского федерального округа. В школы возвращают дежурство по классам. Это предложение было озвучено министром образования Ольгой Васильевой. Что думают по этому поводу муравленковцы и как эта работа организована, в учреждении города узнавала Анни Григорян. Сегодня по графику за чистоту в классном кабинете отвечают три ученика. Для меня дежурство – это частичка нашего класса. Мы вместе убираемся, общаемся, делимся какими-нибудь новостями. Это очень важное мероприятие, можно сказать, для нас, так как мы обмениваемся информацией и сближаемся, сплочаемся вместе. Список обязанностей невелик. Протереть доску, подмести и вымыть пол. Причем без использования средств бытовой химии. Дежурить не трудно, потому что у нас большой класс и дежурство проходит по списку, там по два, по три человека. Это приблизительно раз в две недели, но остаться на пару минут не так уж и сложно. Технический персонал в школах был и остается. Их обязанностей никто не отменял. Общественно полезный труд, он никак не замещает работу взрослого техперсонала. Она не отменяется. И никто не собирается детским трудом замечать труд взрослых. Многие родители школьников сами дежурили в классах. Делали это с большим удовольствием. Общественный труд только на пользу. Я за, потому что сами это все делали, и это приучает к труду и ответственности. Знаю, что многие родители за и сами пишут расписку, чтобы мы привлекали ребятишек, потому что это, конечно, воспитывает ответственность. Я думаю, что приучать ребенка к труду – это не преступление. То, что они там полы помоют за собой в школе – это нормально. Я вот когда учился маленький, я всегда и полы мыл, и все. И не только я. Это в школе было так принято. И мы даже оставались и мыли, и полы, и все делали, как положено. И никто не считал, что это очень тяжело, что это нам нагрузка такая. Никто не считал. Линия о том, что общественно полезный труд пойдет подросткам на пользу, выражают и посетители страницы «Муравленко-24» ВКонтакте. По данным нашего опроса, большинство горожан высказались за то, чтобы школьники убирали классные кабинеты самостоятельно. Когда ребята дежурят в классе, это единственное время, когда они могут пообщаться с классным руководителем в неформальной обстановке или друг с другом в неформальной обстановке. Очень часто многие вопросы, которые волнуют подростков, разрешаются именно в это время. У любого нововведения обязательно найдутся как сторонники, так и противники. Эти девятиклассники к дежурству в кабинете относятся положительно. Кстати, убирают свои классы не исключительно, с письменного разрешения родителей. Аня Григориан, Сергей Шалафан, Владислав Дроботов. Новости «Муравленко». Для пострадавших от сект разработают методы юридической защиты. Это прописано в итоговой резолюции международной конференции. Она прошла в Салихарде. Все участники форума сошлись в одном мнении. Только опора на исторические корни, высокий уровень образования и доступность информации помогут обществу остановить распространение тоталитарных и опасных течений. Особый акцент сделали на активную проповедническую деятельность. Важно усилить пропаганду здорового образа жизни, традиционных культурных и религиозных ценностей. Сборная «Муравленко» стала победителем окружного первенства по военно-прикладным видам спорта. «Патриот» прошел в ноябрьске. Наша сборная показала отличные результаты в упражнениях по разборке автомата. Хорошо ребята выступили в атлетическом многоборье и военизированной командной эстафете. Удивили жюри в конкурсе «Строи и песни». В окружном первенстве военно-спортивной игры «Патриот» команда «Муравленко» уже второй год подряд подтверждает свое лидерство. Мы тренировались больше строевая, физкультурные мероприятия, разбор автомата. То есть мы все пытались сделать, чтобы было лучше, чтобы во всем занять первые места и быть лидерами всегда. Продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 лет. Это исторический рекорд. Рост продолжительности жизни связан со снижением смертности от основных заболеваний. Так, на 17,7% уменьшилось количество смертей от туберкулеза на 10% от болезни органов дыхания, на 4,5% от болезни органов пищеварения, на 3,5% кровообращения. Смертность от онкозаболеваний стала ниже на 3%. Также снизилась смертность от внешних причин, в том числе на 20% меньше стало случаев отравления алкоголем. Младенческая смертность достигла исторического минимума, показатель 5,3% на тысячу родившихся младенцев. Кстати, в Муравленко низкий уровень младенческой смертности сохраняется на протяжении последних трех лет. За прошлый год ушли из жизни 133 жителя города. Среди основных причин смертности – сердечно-сосудистые заболевания, потом идут травмы, отравления и другие внешние причины. На третьем месте – онкологические заболевания. 70 тысяч рублей получит в награду победитель окружного конкурса «Лучший пекарь». За победу будут бороться 13 человек. В конкурсной программе – выпечка коровая, праздничного пирога и авторского хлеба. Одно изделие на выбор участника должно стать своеобразной презентацией города, который представляет конкурсант. Муравленко представит Галина Мотова из пекарни «Горячий хлеб». Плесень не только портит внешний вид стен, но и несет прямую угрозу здоровью человека. Ее споры, попадая в организм, вызывают множество заболеваний. Как бороться с грибком, знает Татьяна Козырь. Ольга и не подозревала, что с появившимися пятнами на стенах в ее квартире будет сложно бороться. Несколько раз она пыталась самостоятельно избавиться от плесени, но тщетно. С этой плесенью мы живем уже три года. Эту плесень, ну вот этот угол, это, я так думаю, это швы, куда попадала вода, и с ним уже сделать ничего нельзя, только переделывать. А которая в детской комнате, то там я переклеивала обои, периодически замывала. Есть еще один угол, который периодически мышь, она сразу появляется. Врачи предупреждают, что если не избавить квартиру от грибка, домочадцам может понадобиться доктор. Самое опасное это споры, которые могут попадать при вдыхании в верхние дыхательные пути, либо на коже. Могут вызывать такие заболевания, как аллергические ларингиты, трахеиты, риниты. Впоследствии эти все заболевания могут приводить к бронхиальной астме. Грибок проникает вглубь камня, дерева, бетона и разрушает любой материал изнутри. И если уж он завелся в квартире, бездействовать нельзя. Прежде всего я бы посоветовала жильцам обратиться в управляющую компанию, потому что надо определить причину образования плесени. Придет управляющая компания, составит такт, проведут обследование. Но прежде чем вызывать на дом специалистов, необходимо проверить, не закрыты ли обоями и мебелью вентиляционные люки, не демонтированы ли вытяжные каналы. Нужно делать заявку в диспетчерскую службу, но лучше написать заявление. Еще одна причина возникновения грибка – создание парникового эффекта, когда при плотно закрытых окнах, дверях, в помещении сушится белье, готовится пища. Если же проблема снаружи здания, то управляющая компания обязана устранить проблему. Если это швы, мы ставим в план работы по швам. Если это вентиляционный канал, значит у нас выполняются работы по вентиляции уже как общего имущества на перекрытии жилого дома. Если же причина внутри квартиры – без масштабного ремонта, с утеплением межпанельных швов, зачисткой и обеззараживанием стен за свой счет, собственнику не обойтись. К этому часу все больше подробностей уже в 18.30.